Идеальный тональный крем. Сегодня я покажу вам свои наработки в поиске этого единорога. Кстати, подпишись на меня, ведь я очень полезная. Почему найти идеальный тональный крем так сложно? Ну, во-первых, у всех своя кожа, свои индивидуальные потребности, свои индивидуальные особенности. Мне 34 года. У меня сухая, склонная к обезвоживанию кожа, очень тонкая и склонная к раннему старению. У меня расширенные поры, огромная склонность к покраснениям. И, в принципе, кожа очень капризная, которая плохо взаимодействует с тональными основами. И то, что хорошо для одного, для другого оказывается уже не очень. Наша кожа не статична, окружающая среда не статична, сегодня вам что-то подходит, завтра не подходит. И, к сожалению, поиски идеального, универсального, подходящего для всех тонального крема затягиваются. Но давайте посмотрим наших претендентов. Порядок показа тональных кремов случайен, и это не рейтинг. Я просто показываю и рассказываю про свои самые любимые тональные кремы. Элиан Раша, когда говорят про хороший русский тональный крем, Элиан Раша один из самых первых тональных кремов, что приходит в ум, что всплывает в разговорах и советах. Я с ним знакома уже несколько лет, и за это время я его только все больше и больше люблю. Из самых явных плюсов еще до качества самого продукта упаковка на уровне люкса, что радует, потому что любовь к себе проявляется в мелочах, в том числе и в тактильно приятных упаковках. Этот тональный крем имеет от легкой до средней степени покрытие, очень быстро распределяется по коже, легко адаптируется, но нуждается в закреплении пудры, потому что он не является самофиксирующимся. Подойдет как совсем молоденьким, так и взрослым дамам. Ну раз я уже показала Эстелаудер, то пару слов про него. Я его купила, чтобы понимать его качество, потому что он один из самых популярных в России тональных кремов. Он очень требователен к состоянию и подготовке кожи, для сухой кожи без подготовки он не подходит категорически. Но зато он очень укрывистый и стойкий. И в данной категории мне больше нравится вот такой тональный крем от Шарлотта Дилберя. Я считаю, что он просто идеально создан для возрастной кожи. Он перекрывает все нюансы, которые обычно появляются уже с возрастом. Пигментные пятна, покраснения, венки, все вот эти неприятности легко перекрываются. При этом тональный крем тоже стойкий и тоже классно смотрится, создает эффект второй такой более молодой, более светящейся кожи. Но запомните, весь люкс просто предусматривает люксовый уход перед тональным кремом. Если какой-то дешевенький тональный крем ложится на все подряд и в принципе смотрится нормально, то на плохо подготовленную кожу люксовый тональный крем уложить практически невозможно. Поэтому если вы не фанат ухода и не фанат подготовки кожи к макияжу, то даже не смотрите в сторону люксовых тональных кремов. Вы будете очень разочарованы их качеством. Двигаемся дальше. Estrada Photoshop HD. Бюджетный тональный крем, который лично я просто обожаю, потому что он интегрируется в кожу и смотрится действительно как фильтр в фотошопе. Из минусов, окисляется и достаточно ощутимо, поэтому выбирать себе цвет надо по конечному цвету окисления, а не по первоначальному цвету из тюбика. Но в остальном за свою цену офигенный тональный крем. Я, конечно, в последнее время не сравнивала цены, но именно коллаген от ENAF всегда был самым выгодным тональным кремом с точки зрения пересчета цены на объем. Просто сравните стандартную упаковку вот с этим. Конечно, этот тональный крем тоже окисляется и тоже темнеет. Причем, чем ближе к концу упаковки, тем темнее он становится. Проблемы белых. В остальном это типичный корейский BB крем, который имеет очень гладкую силиконистую текстуру, которая покрывает кожу полностью с ней, сливаясь и создает реально ощущение второй более идеальной, более красивой кожи. Плюс у него огромный SPF. Кто-то ENAF просто обожает, кто-то говорит, что он вызывает подкожники. Я точно отношусь к любителям этого бренда. Я перепробовала все тональные кремы. Я не верю, что он производится в Корее. Я считаю, что он производится в Китае специально для российского рынка. Но это мои предположения, доказательств у меня нет. А дальше уже 100% китайский тональный крем это Katkin. В России этот бренд называют китайским люксом, но по цене он, конечно, не люкс, он очень доступный и можно даже отнести к бюджетным тональным кремам. Но при этом упаковка всегда у этого бренда супер красивая, супер изящная, элегантная, художественная. И смотреть и трогать ее просто приятно. А во-вторых, этот тональный крем представляет из себя тончайший тональный флюид, который идеально тонко, вуально распределяется по лицу и дает ощущение холености, красоты и свежести. Если вот эта прям маска-маска, которая замазывает все недостатки, то вот это просто подчеркивает естественную красоту кожи. Следующий продукт тоже относится к продуктам тонкого нанесения. Это тональный серум от Revolution. Он представляет из себя капельки с пипеткой. Обычно, чем жижа средства, тем больше оно подходит для жирной кожи, но я со своей сухой кожей от этого серума в невероятном восторге. Мне кажется, что он работает на коже идеально, восхитительно и просто ретуширует, фотошопит кожу. Дальше перейдем к более экзотическим тональным средствам. Это CC крем. Чем отличается CC крем от тонального крема? Тональный крем изначально имеет цвет вашей кожи. CC крем, в данном случае у меня зеленый, имеет цвет по цветовому кругу, противоположный цвету цветового недостатка на вашем лице. Например, я очень склонна к покраснению, я мисс помидорка. И это не очень красиво на самом деле смотрится. Тонкий слой зеленого пигмента ложится на мои красные недостатки. Зеленый перемешивается с красным и получается нейтральный бежевый, то есть цвет кожи. И таким образом происходит коррекция цветовых недостатков. Самые распространенные цвета CC кремов это зеленый для нейтрализации красноты и фиолетовый для нейтрализации желтого оттенка кожи. Следующий продукт, который я просто обожаю, это тональная сатиновая основа от Crystal Minerals. По сути, это пудра. Но при растирании мы чувствуем не сухость, а шелковую гладкость. И при нанесении на лицо мы можем втереть эту пудру в поры, в морщинки. И в итоге иметь очень гладкий, красивый, ухоженный, холеный рельеф кожи. Благодаря минеральному составу такие средства не сушат кожу, но они также как люкс очень требовательны к уходу. Ну и плюс, когда вы пользуетесь минеральной косметикой, надо учесть, что ей необходимо 10-15 минут для того, чтобы интегрироваться в кожу, усесться и выглядеть красиво нейтрально. А еще из экзотики я уверена, что если бы Vivienne Sabo выпустили вот этот консилер в объеме тонального крема, то это был бы просто идеальный фулл кавер для сухой и возрастной кожи. Я уверена, что такой тональный крем потягался бы по качеству с лучшим люксом. Но, к сожалению, только маленькие упаковки. Обязательно пиши в комментариях, какой у тебя тип кожи, с какой проблемой ты борешься с помощью тонального крема, и какой именно тональный крем ты любишь больше всего. А я больше всего люблю тебя!